Друзья, всем привет! Сегодня можно сказать, что у нас видео, сделанное по вашим просьбам, поговорим про бета-версии, но не обычные бета-версии от Apple. Будет интересно, меня зовут Максим, вы на канале Деминс Лаунж, поехали! Итак, меня в Телеграме подписчики просили рассказать про бета-версию для AirPods. Если вы не знаете, компания Apple выпустила бета-профиль с бета-версией для AirPods Pro. И многие мне еще даже в комментариях писали, что типа, вот вышла бетка, расскажи, что там нового. Давайте, во-первых, расскажу, что же там действительно нового. Ну, она вышла уже несколько дней назад, по-моему, еще на прошлой неделе. Но самое важное, я вам расскажу, почему вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны ставить бета-версии на подобные устройства. Опять же, будет интересно. Кстати говоря, на канале уже стукнуло или вот-вот стукнет, когда вы смотрите этот ролик, 19 тысяч подписчиков, за что всем большое спасибо. Но, если честно, мне бы очень сильно хотелось до сентября добить все-таки до двадцаточки, до двадцати тысяч. Поэтому, если вдруг вы все еще не подписаны, меня смотрите, либо если вы сюда каким-то другим образом зашли, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, мне это будет очень приятно. Помогите мне добить эту важную для канала цель, так что этим видео мы открываем дорогу на двадцать тысяч подписчиков. Ну, а если ролик понравится, то поставьте ему большой палец вверх, тоже мне это очень будет приятно. Итак, бета-версия для AirPods Pro. Что же она привнесла нам? На самом деле, там в первой вот этой бета-версии только две новых функции. Первая это активное шумоподавление, а именно его адаптация, то есть они там немножко поработали над алгоритмами. А второе это FaceTime, теперь у нас работает пространственное аудио. И, в принципе, это по большому счету все. Я уверен, что ни то, ни другое вам, в принципе, в целом не нужно. Вопрос возникает в другом, и вообще, для чего я затеял это видео, потому что явно будут еще бета-версии. Нам там пообещали достаточно много новых плюшек в AirPods, в iOS 15, поэтому перед релизом iOS 15 нужно это все протестировать. Все дело в том, что компания Apple намеренно, мне кажется, усложняет установку этой бета-версии. Помимо профиля разработчика, который вам нужен, который вы просто можете скачать, вам обязательно потребуется Mac с программой Xcode, с помощью которой вы можете активировать получение этих бета-версий. Зачем так все сложно? Да потому что эту бета-версию должны ставить себе только разработчики. Вы, как простой пользователь, я уверен, что 99% меня смотрят простых пользователей, не должны ставить себе эту бета-версию. Это не бетка iPhone, это не бетка iPad, это даже не бетка macOS, которую в случае чего можно откатить и достаточно легко вернуть все назад. Нет, здесь все сурово, здесь все сложно. Сейчас буду вам говорить, что вас ждет, если вы все-таки решите поставить себе бета-версию AirPods. А ждет вас боль и страдания? Возможно. А возможно и нет. Еще когда выходила WatchOS, и вообще при каждой выходе WatchOS, я говорю, ребят, не ставьте, не нужно. Это настоящий геморрой. Мне постоянно пишут, что за фигню ты несешь, я ставлю себе бетку, все работает хорошо, у меня нет никаких проблем. Да, такое тоже может быть. Но я встречал бета-версии тех же WatchOS, которые просто окирпичивали часы. Вы устанавливаете бета-версию, часы окирпичиваются. И, в отличие от iPhone, вы не можете пойти и все это восстановить до заводских настроек. Вы не можете откатиться, если работает что-то не так. Поэтому вам нужно идти в сервис. Когда вы придете в сервис, вам посмотрят на эти часы и скажут, что-то тут не так. Давайте-ка посмотрим, какая здесь стояла версия операционной системы. Откроют специальный диагностический разъем, посмотрят и, скорее всего, скажут, что вы ставили ту отбетку. Откатить они тоже не могут, в гарантии вам, скорее всего, откажут. Есть мастера, которые, возможно, не посмотрят на это все и скажут, типа, ладно, поменяем ему по гарантии. Но есть мастера, которые посмотрят, скажут, ага, ты ставил бетку, ну, как бы, чувак, тогда сорян, выложи практически полную стоимость часов за их замену. Я думаю, что это никому не нужно, и вы должны понимать, что здесь счет идет на десятки тысяч рублей. Все то же самое применимо к AirPods Pro и вообще к любым AirPods. Если вы поставите себе эту бета-версию, вы, во-первых, теряете гарантию, об этом Apple говорит, это будет не гарантийный случай, если у вас что-то пойдет не так. Во-вторых, вы не сможете откатиться назад, не существует принципа и вообще момента отката с новой прошивки AirPods на старую прошивку AirPods. То есть, если вы обновили на бетку, и у вас, например, отвалился один наушник и не работает, вам придется ждать выхода следующей бетки, и все, иначе вы ничего больше сделать с этим не сможете. Но это хорошо, если отвалится какой-нибудь наушник или время работы сократится или еще что-нибудь такое, а если отвалится сам вообще момент их коннекчения к смартфону, то я думаю, что это будет не очень приятно. Вы также можете прийти в сервис, вам скажут, о, чувак, ну ты их обновил на новое программное обеспечение, и выкатят вам стоимость по замене AirPods на новые. Старые у вас заберут, отправят их в Apple, вам пришлют новые, но стоить это будет очень дорого. Опять же, вам может повезти, мне подписчики об этом писали, что такое, могут не проверить и сказать, ну ладно, все, я смотрю, у вас здесь там прошивка встала криво, пожалуйста, мы вам поменяем по гарантии. Но надеяться на это я бы на самом деле не стал, потому что может все закончиться не очень хорошо. И именно поэтому я вам не рекомендую ставить бета-версию AirPods, я вам не рекомендую ставить бета-версию WatchOS, даже, скорее всего, я вам не рекомендую ставить бета-версию TVOS, хотя там, ну, еще можно кое-что откатить. То же самое с HomePod Mini, там в целом можно все откатить, но лучше не надо, у вас могут возникнуть проблемы. И это такие устройства, которые Apple вам не будет пытаться починить, в отличие от того же iPhone, iPad или Mac. Они просто отправят это куда-нибудь на свой завод в Китае, который занимается разборкой, и пришлют вам новые за ваши же, скорее всего, деньги. Поэтому не создавайте себе лишний геморрой, особенно, вот еще раз скажу владельцам Apple Watch, если вы поставили бетку, у вас все работает хорошо, я за вас рад, честное слово, но вы играете с огнем, потому что бывает, правда, вот в WatchOS 7 были некоторые бетки, которые поначалу могли убить, особенно там, по-моему, бета-2 или бета-3, они могли убить ваши часы, просто их окерпичить. Я думаю, что вам это не нужно, поэтому с этим осторожнее. Если я вас сейчас чем-то напугал, вы уже на бета-версии, например, AirPods, хотя ее поставить сложно, я не думаю, что такое большое количество желающих, но если вы на бета-версии WatchOS, что вам сделать, чтобы чувствовать себя более спокойными? На самом деле, я вам даже не знаю, что сказать. С одной стороны, я вам могу посоветовать не обновляться и уже потом поставить релиз. С другой стороны, если вы пропустите несколько версий и потом накатите релиз, тут тоже может немножко все окерпичиться. С другой стороны, потом будет чуть попроще доказать, что вы пытались все-таки поставить релиз. Поэтому я, наверное, скорее всего скажу, что лучше оставайтесь, если вы теперь после этих слов боитесь обновляться, лучше оставайтесь на той бета-версии, на которой вы сейчас, и потом ставьте релиз. Но опять же, это лично я бы так себе сделал. Как сделаете вы, можете написать внизу в комментариях, я с удовольствием почитаю. Что ж, надеюсь, мне удалось донести до вас свою позицию. Во-первых, смогу, если меня будет кто-то в комментариях спрашивает, отправлять людям этот ролик. Во-вторых, я надеюсь, что я обрисовал, почему на такие мелкие гаджеты Apple лучше лишний раз систему не трогать и бета-версиями тем более не баловаться. Если же ролик вам понравился или был чем-то полезен, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх. Мне это будет очень приятно. Вот там внизу, как и говорили, подписывайтесь на канал, жмите на колку, чтобы классно ничего интересного не пропустить. Вперед, идем на 20 тысяч подписчиков. Ну и, конечно же, не забывайте, вот эти два ролика специально подобраны для вас много лет мне YouTube. Зацените, если не видели, вот столько-нибудь жмите, чтобы подписаться на канал. У нас с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok